Здравствуйте! В эфире информационно-правовая программа 112. В студии Юлия Гаврюшина я расскажу вам о событиях за последнюю неделю. В период времени с 25 по 31 марта 2019 года на территории Ненецкого автономного округа зарегистрировано 179 сообщений о происшествиях, из них 7 преступлений, 4 из которых раскрыты в течение дежурных суток. К административной ответственности привлечено 54 гражданина за распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. За неделю произошло 10 дорожно-транспортных происшествий, причинен материальный ущерб. С 26 по 30 марта на территории Ненецкого автономного округа проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Зимник». Проверено 71 транспортное средство. Составлено 5 протоколов об административном правонарушении. 18 марта 2019 года в дежурную часть управления обратилась жительница округа с сообщением о том, что из принадлежащего ей здания неизвестное лицо похитило имущество в виде металлических конструкций на общую сумму 100 тысяч рублей. Оперуполномоченными отдела уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что данное хищение из неохраняемого здания совершил мужчина 77 года рождения путем свободного доступа, в дальнейшем распорядившись похищенным имуществом по своему усмотрению. В настоящее время имущество, добытое незаконным путем, изъято. По данному факту проводится проверка. В феврале 2019 года сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции установлено, что в одном из населенных пунктов округа жительница осуществляет реализацию спиртных напитков из домовладения, а также из торгового помещения. В ходе осмотра стражами порядка изъято около полутора тысяч бутылок алкогольной продукции стоимостью свыше 100 тысяч рублей. В рамках проверки назначена и проведена техникокриминалистическая экспертиза. Следователем Следственного отдела управления МВД России по Ненинскому автономному округу возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 171.3 Уголовного кодекса РФ. Незаконное хранение и розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в крупном размере. Максимальное наказание предусмотрено в виде лишения свободы на срок до трех лет. С 27 по 28 марта 2019 года в средней школе номер 5 города Наринмара проводился региональный этап всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2019». В мероприятии приняли участие семь общеобразовательных школ города Наринмара, поселка Искателей и Нельминоса, а также ребята детско-юношеского центра «Лидер». После подведения итогов соревнований места распределились следующим образом. Победителем в общекомандном зачете стала команда средней школы номер 4. Второе место заняла команда средней школы номер 5, а почетное третье место – команда средней школы номер 3. Победители награждены переходящим кубком и денежным сертификатом каждому члену команды, а призеры – дипломами и памятными призами. В завершение мероприятия временно исполняющий обязанности начальника отдела ГИБДД УМВД России по Ненецкому автономному округу подполковник полиции Леонид Николаев поздравил всех участников конкурса, поблагодарил организаторов и педагогов за подготовку детей к конкурсу и пожелал успехов юным победителям, которые представят наш округ на всероссийских соревнованиях «Безопасное колесо-2019» в городе Казани. В дежурную часть полиции обратилась жительница Наринмара и сообщила, что стала жертвой мошеннических действий. Полицейским она рассказала, что посредством сети интернет она нашла пансионат в Крыму, условия и стоимость которого устроили женщину. И она оформила заявку, по которой ей поступил счет на сумму более 17 тысяч рублей и договор. Так как сам сайт у женщины, а также форма договора и номер счета не вызвали никаких подозрений, то она в отделение банка совершила платеж на указанную сумму. Направив на электронную почту, указанную как адрес электронной почты представительства пансионата скан-чека об оплате услуг, в ответ ей прислали ваучер. В середине марта 2019 года женщина решила позвонить на номера телефонов, указанные в ваучере, и уточнить, все ли в порядке и действительно на ее имя забронирован номер. Но по указанным на сайте, а также в договоре и счете номерам телефонов ей не ответили. В интернете она обнаружила отзыв о сайте, на котором приобретала путевку, в котором была информация о том, что данный сайт мошеннический. В связи с тем, что скоро лето и мошенники в сети интернет активизируются в сфере предоставления туристических путевок, стражи порядка призывают жителей округа быть внимательными и бдительными и не приобретать путевки на непроверенных сайтах, не торопиться переводить деньги в оплату. Перепроверяйте информацию, содержащуюся в присланных документах, читайте отзывы и комментарии о данных сайтах. За прошедшие выходные нарядами ДПС на улицах города Наринмара и поселка Искатели выявлено 19 административных правонарушений. В том числе в отношении четырех граждан составлено четыре материала по грубым нарушениям правил дорожного движения. Два случая управления транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения. Один случай отказа лица от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения и один материал оформлен по статье 264 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации за повторное управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения. Госавтоинспекция напоминает, что за вождение автомобиля водителем, находящимся в состоянии опьянения или отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, согласно кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. При повторном управлении транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, ранее подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, водитель привлекается к уголовной ответственности по статье 264 Прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, который предусматривается наказание в виде штрафа в размере от 200 до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до двух лет. Помимо вышеперечисленных мер, пьяному водителю грозит лишение свободы на срок до двух лет с лишением права управления транспортным средством на срок до трех лет. В дежурную часть окружной полиции с заявлением обратился житель округа и сообщил, что организации, которую он представляет, причинен ущерб на сумму около 14 тысяч рублей в результате мошеннических действий. Сотрудникам полиции он рассказал, что одной из работниц предприятия, пользующейся корпоративным номером мобильной связи, пришло сообщение на телефон, содержащее код для подключения неизвестной услуги. После этого позвонил незнакомый мужчина и, сообщив, что код ей пришел по ошибке, попросил его продиктовать, что женщина и сделала. В результате чего с корпоративного счета мобильной связи организации были списаны денежные средства. Уважаемые жители округа, при пользовании мобильными телефонами, в том числе корпоративными номерами, не сообщайте посторонним лицам коды и пароли, поступающие на ваш телефон в смс-сообщениях, либо другими способами. Если вы стали очевидцем происшествий или преступлений, сообщайте об этом в дежурную часть Управления МВД России по Ненинскому автономному округу по телефону 02 или 421-26. Это была программа 112 с обзором событий за прошедшую неделю. Будьте бдительны, берегите себя и своих близких.